Широ витаю, поважанное сподарство! Вы бачите Алексея Халецкого и это выпуск мнения долетанта. Сегодня я хочу поговорить с вами о шумевшем акульем деле, когда русского туриста в Египте съела акула, а украинцы в интернетах этому радовались. Честно говоря, меня удивило такое внимание к этому происшествию со всех сторон. Мы даже с женой поспорили, так что я думаю, несмотря на то, что я к хайпу не успел, уже там скоро неделя, как будет с этого происшествия, но хочу по этому поводу с вами поговорить. Поехали! Да, такая вот механика. Акулы кушают людей. Какое удивление. Ну что ж, смотрите, кто внезапно, если кто-то пропустил, в двух словах. В Египте, в Шарм-аль-Шейхе, по-моему, акула съела русского туриста, даже видео по этому поводу было такое ужасное, не ищите, не смотрите. В украинских интернетах по этому поводу радовались и делали мемчики, в русском интернете этому возмущались и писали, как чтобы украинцы совсем оскотинились, вспоминается Лешко со своими скотиняками, оскотинились вообще уже, не понимают, что хорошо, что плохо, что типа такого, ну и некоторые, конечно, естественно, типа правильно мы их бомбим по этому поводу. Как я сам к этому отнесся? Конечно, смерть от зубов акулы, ну вообще, наверное, никому не пожелаешь такого, но с мемчиков по этому поводу я поржал. Вот сейчас на экране появляются некоторые из них. Я все к тому, что, по-моему, и правы, и неправы, и те, и другие. Вот и все. К сожалению, эта война и вообще события последних лет, оно в принципе постоянно разделяет общество. То есть люди уже перестали и не хотят понимать противоположную сторону. Война — это, естественно, последний аргумент, то есть когда вы начинаете воевать, что-то уже доказывать невозможно. Но в принципе в жизни же такого не бывает черного и белого. Оно всегда где-то посередине, и вот, по-моему, этот случай как раз то самое «все не так однозначно», и «все правы и все неправы». Вот и все. Смеяться над смертью человека, несомненно, с моральной точки зрения, плохо. Но я любитель черного юмора, например. И таких людей, такие люди есть в мире. Надо понимать. Я смеялся с мемчиков, когда умерла Жанна Фриске, например, было переделано, а я ни разу не была в могилке до этого дня, точнее до вечера. Или такая шутка «я неоднозначно отношусь к абортам». С одной стороны, я хочу их запретить, потому что аборты значат, что у женщины есть право выбора. А с другой стороны, я хочу разрешить, потому что это значит убийство детей. Вот это же шутка, это юмор, это черный юмор. Кто-то его может не понимать, но он есть, он просто есть. Он может быть уместен, неуместен. Рассказывать такое на поминках, наверное, не очень стоит. Это чувство такта, вежливости обычной. Ну, просто какие-то я, блядь, банальные вещи объясняю, да? Я мог бы сказать, что радоваться, в принципе, смерти человека в зубах акулы странно. Но я вот представил, ну, мне вот, например, когда я увидел это видео, немножко даже поплохело, и мне очень жалко этого человека стало, которого акула жрала. Но потом, вот увидев вот этот, например, спор, я подумал, а если бы на месте вот этого россиянина, например, был какой-нибудь белорусский ОМОНовец, участвовавший в разгоне демонстрации 2020 года, да? Или кто-нибудь из правительства белорусского, там, какой-нибудь Кораник, я не знаю, Лукашенко, да? Из семьи кто-нибудь Лукашенко. Как бы я к этому относился? Мне кажется, я бы радовался. И с какой стороны меня это характеризует? Ну, потому что эти люди, по моему мнению, и мне, и моим родственникам сделали много всего плохого. Да, несомненно, я знаю, что этот россиянин не участвовал в войне против Украины, что он как раз уехал из России, чтобы избежать мобилизации. Я все это знаю, но украинцы не обязаны в этом разбираться. Как вы не понимаете? Я вот пытаюсь постоянно до русских донести, что на ваших плечах забота о том, чтобы к вам стали по-другому относиться. Вместо этого вы достаете украинцев, меня, требуя, требуя к себе другого отношения, а не делая так, чтобы к вам по-другому относились. Несомненно, я опять отмечу, что так не все делают. И, собственно, кто так из тех россиян, которые так не делают, мы продолжаем нормально общаться, они продолжают меня комментировать и смотреть. И неужели вы до сих пор за полтора года не понимаете, откуда у украинцев такая ненависть к русским? Зато я много раз наблюдал, как украинцы с ненавистью что-нибудь русскому говорят. Русский говорит, ребята, извините, что так получилось. Виноваты, что допустили это, постараемся это исправить. И все, и украинцы почему-то нормально с этим русским продолжают общаться. Что просто у кого-то до сих пор вот эта имперскость, которую они не могут из себя достать и признать хоть какую-то толику вины. Я тут при чем это все Путину? Что типа такого? Да просто, ну хорошо ты ни при чем. Ну успокой человека. Ты видишь? Он злой. Что какая-то проблема, это, знаете, такая гордость нормально пообщаться с человеком. С другой стороны, конечно, и украинцам не надо быть такими злыми. Там прилетело несчастному Арестовичу, поклонником которого я тоже не являюсь. Он как популист много всего говорит. Но в этот раз он, понимаете, он сам же по себе НЛПшник, да? Он занимался этим нейролингвистическим программированием. Вообще вся идея его самого начала войны это успокаивать. Что бы ни было, он успокаивает. В этом его очень-очень правильная, очень правильный посыл от него идет. И в этой ситуации он говорит, ребята, эта ненависть вам ничего хорошего не даст в данном случае. Так и вообще в принципе ненависть мало когда помогает. Да, вот сейчас ненависть к общему врагу, который нападает на Украину. Это сплачивает народ. Но когда идут вот такие мелкие события, ну по-моему, ну это такая мелочь. Ребята и девчата, две объявы. Во-первых, меня спрашивают, откуда мелодия к заставке, мнение дилетанта. Ссылка в описании, в прикрепленном комментарии на SoundCloud. Это штрих-код песня «Техника-механика». Скачивайте, слушайте, пожалуйста. Во-вторых, объявляю сбор на новый выпуск «Леша банит». Я в сообществе писал, но как-то мало людей это увидело. 20 долларов прислали. Надо 150 долларов на новый выпуск «Леша банит». Так что начну сейчас со 130 через PayPal. Соберем 130, будет «Леша банит». Чем быстрее соберем, тем быстрее выпуск выйдет. Ну просто много времени он меня занимает, извините. По-другому никак. Спасибо за вашу поддержку, тем не менее. Возвращаемся к мнению дилетанта. Я вам, кстати, напомню, что в Шарм-эль-Шейхе это не первый раз, когда акула жрет людей. Я помню, в 2010, что ли, или 2009 году что-то подобное было. А, да, вот сейчас я поискал, даже нашел. Новость от 1 декабря 2010 года. От укусов акулы пострадали 3 россиянина и украинец. И поверьте, я помню, что тогда тоже были мемчики по этому поводу, представляете? Но так как еще никакой войны не было, еще 2014 года не произошло, то они были просто мемчики по поводу того, что акула съела россиянина, или там, съела украинца, и все. Это как бы мимо прошло, то есть любители черного юмора над этим поржали, и все. А сейчас, так как вот такое противостояние идет, и в принципе невозможно, вообще по любой новости невозможно, знаете, быть в середине, то народ себя накручивает вот по любому поводу. К дорогим россиянам я могу еще обратиться, что украинцы-то погибают не только потому, что на них акула нападает, а потому что на них нападают ракеты российские, или взрываются Каховские ГЭС. Так вот я не вижу от вас такого количества возмущений по этому поводу, даже не по поводу взрыва домов, а по поводу радости ваших соотечественников в интернетах, что классно, что взорвали. Тут россиянина даже не украинцы съели, а акула, даже если предположить, что она была украинским диверсантом. Но это акула, тут как бы в этом украинцы не виноваты даже, и вы возмущаетесь их радости. А когда ваши соотечественники радуются тому, что ракеты российские убили опять жителей в каком-нибудь из домов украинского города, этих возмущений не видать. Не, бывают, я понимаю, единичные, но нет вот такой бучи, как поднялась после этого акульево дела. Поэтому и в ответ на это украинцы начинают троллить буквально, а то, ах, это за дело русских, давайте мы еще больше про эту акулу будем давать. Вот это вот с обеих сторон такое озверение происходит этим навалом, и все друг друга считают отмороженными. Во мне, в принципе, обращать внимание на это событие уже не очень здорово, имхо, с любой стороны. Но поржать над черными шуточками по этому поводу я всегда готов. Уж извините за мое такое чувство юмора. Можете мне еще напихать с двух сторон из России и с Украины по этому поводу. Мне кажется, ну, я так считаю, что с российской стороны, ну, если вы против, конечно, этой войны и считаете, что она зло, с российской стороны должна идти только поддержка украинцам, все, никаких претензий, никаких говорений, что им там надо делать или еще что-то. Просто там трымайтесь, победа будет за вами, какой-нибудь донат из СССР, и не изображайте из себя тоже жертвы этой войны. Потому что самые большие жертвы это все равно украинцы, чтобы мы с вами не переживали по этому поводу. Во всяком случае, на данный момент. Выведет Россия войска с Украины, там, победит Украина, не знаю, чем эта война закончится. Но когда война закончится, тогда можно, наверное, уже наезжать до украинцев, какого хера вы нас ненавидите. Хотя бы, хотя бы в такой момент. Ну, извините, когда каждую ночь звучат сигналы воздушной тревоги и прилетают ракеты в дома украинцев и погибают люди, когда у них взрывают гидроэлектростанцию, и под затоплением, вон я уже 4 дня смотрю, как в Херсоне людей и котиков с собачками спасают на лодках. Ну, серьезно, и вы после такого, у вас претензии, опять что украинцы опять какие-то не те. Представляете? Люди везде одинаковые, представляете? И уроды среди украинцев тоже есть. Ах, какое открытие, не может такого быть. Мы-то думали о не всей войны света, наверное, да? Я прошу, дорогие россияне, поддерживайте украинцев. Дорогие украинцы, не заводитесь по всяким мелочам, потому что это в первую очередь скажется на вашем же здоровье и на вас самих. Это в первую очередь для вас важно, не накапливать вот эту ненависть, потому что она вас съест изнутри. Ваше мнение по этому поводу традиционно, надеюсь, прочитать в комментариях. Берегите себя, бывайте здоровы, живите богато, до побочения, слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Берегите себя, бывайте здоровы, живи Беларусь, всем пока. Такая вот техника.